Новости После закрытия торгов на американской бирже, компания Alphabet, появившаяся в результате реорганизации Google, официально начала свою работу. Таким образом, Google стала собственностью компании Alphabet, которая была создана в августе с целью реструктуризации бизнеса. Теперь Alphabet – холдинговая компания, а Google и некоторые другие подразделения вошли в ее состав. В ведении компании останутся поиск, рекламный бизнес, карты, Google Play Store, YouTube и Android. Изменения будут незаметны для пользователей, по крайней мере сейчас. Фактически, Google просто меняет имя на Alphabet и создает дочернее предприятие с прежним названием. Венесуэлские кондитеры побили мировой рекорд, изготовив самую большую в мире шоколадную монету весом более 870 кг в ходе международной выставки шоколада в Каракасе. Над созданием кондитерского шедевра исключительно вручную работала команда из 120 человек в течение 11 часов. Теперь это достижение будет внесено в Книгу рекордов Гиннеса в 2016 году. Сама монета представляет собой круг из шоколада с изображением национального героя Венесуэлы – Симона Боливара, с надписью по-итальянски «Освободитель», почетный титул которым Боливар был удостоен еще при жизни. Двухсерийный исторический фильм о последней византийской принцессе и бабушке Ивана Грозного Софии Палеолог начали снимать в Новгородском музее деревянного зодчества Витославицы. Действие картины происходит в Москве конца 15 века. Основные события фильма – начало становления российского государства, брак между великим московским князем Иваном III и последней наследницей византийского престола принцессой Софии Палеолог. Исторический сериал «София Палеолог» снимает продюсерская компания «Genex Media» совместно с Министерством культуры России. Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 18 октября в 1854 году родился Соломон Август Андрея – шведский инженер, предпринявший в конце 19 века отчаянную попытку добраться до Северного полюса на воздушном шаре. В этот день в 1960 году родился Жан-Клод Ван Дамм – американский киноактер-каратист. В этот день в 1973 году родился Сергей Безруков – актер театра и кино, всеобщую популярность которой завоевал после выхода фильма «Бригада». 18 октября Россия празднует День работников пищевой промышленности, Аргентина – День матери, а Чили – Национальный день флага. На этом я с вами прощаюсь. Все эти и другие новости вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok